Приветствую вас и отвечаю на вопрос, конкретно, в узком смысле, хочется сказать вам, что это скорее второй вариант, то есть вариант сбегания от ответственности. Почему? Потому что очень просто сказать, только лишь время мне поможет, мне отдаётся только ждать, я сделал всё в том, куда и далее. В действительности, только вы являетесь хозяином своей жизни, и только вы можете по сути изменить вашу жизнь, так, как можно того хочется. Это объективность. Другое дело, что при поиске работы, есть очень много нюансов, которые нужно учитывать. Ну а все эти связаны как с человеческим фактором, так и с личностным, так и с экономическим, так и с ситуативным. То есть, понимаете, как много уже хотя бы категорий факторов. А самые факторы, естественно, различаются ещё больше по количеству. Давайте поговорим о самом простом для начала. Экономический фактор, несмотря на то, что он наиболее прост для восприятия, он является наиболее определяющим в том, что касается отношений работодателей и, собственно, работников в целом. Вы знаете, что, ну, поскольку вы пишите на русском языке, я рискну предположить, что вы всё-таки живёте в России. А вы знаете, что сейчас страна переживает кризис, Российская Федерация, и массовые сокращения идут людей, мест и так далее. То есть, вы понимаете, люди, которые работали не один год, теперь увольняются, их заставляют увольняться, потому что идут массовые сокращения. Что лучше говорить о том, чтобы найти новую работу, чтобы человек, который не работал, например, вы, да, начал работать. Это достаточно сложно сейчас. То есть, просто поставьте себя в сравнение с другими людьми, которые работали и которых уволили. Подумайте, что у них положение было более выгодно, чем у вас, но тем не менее они всё равно остались без работы. Важное положение менее выгодно и соответственно, это нормально, это то, что вы не можете найти работу в данном ключе, в данном контексте. Только в контексте экономического мы сейчас говорим. Это, к сожалению, сейчас нормально. Если до кризиса не так-то легко было это сделать, то сейчас ещё сложнее. Итак, экономический момент мы описали. Более подробно можно прочитать где угодно или спросить в разделе соответствующем на нашем ресурсе, там нам подробно об этом сказано. Теперь поговорим о, значит, взаимодействии, значит, вот, претендента, кандидата на должность и работодателя. Если вы проходите собеседование, и собеседование каждый раз заканчивается неудачно, то, возможно, вы и, скорее всего, что-то делаете не так. Что именно, конечно, сказать сложно, потому что информации для этого слишком мало, но неправильная подача своих достоинств, неуверенность в поведении, возможно, значит, какие-то сомнения, возможно, немножечко советливое поведение и так далее. Всё это заставляет работодателя думать, что вы не тот кандидат, который ему нужен, к сожалению. Но ведь причина, по которой происходит подобное, вот почему, допустим, человек, который очень сильно заинтересован в работе, да, эту работу не может получить, а человек, который не очень-то сильно за большим поиском работы, он её получает относительно легко. Почему так происходит? Дело в том, что, когда низкая субъективная ценность того, что человек хочет добиться, вот для вас, например, поиск работы – это важно, то есть вы понимаете, что вы не протянете без финансов больше-менее. Это означает, что вам очень важно получить работу и ценность, соответственно, высокая. При высокой ценности, при таком положении вещей, человек подходит к достижению задач, к достижению цели креативно. То есть начинает выискивать какие-то пути, ну, только его, индивидуально. Начинает творчески подходить к вопросу, там, стараться как-то понять, вовремя дать или найти какому ниточку, каждый раз своё поведение меняет и прочее. Почему? Потому что, ну, такой вот стимул. Человек, о, человек нужно что-то, он старается это сделать. Твой творческий креативный подход. Давайте подумаем вот о чём. Человек, для которого работа не особо важна, на собеседовании говорит, в принципе, одно и то же. И ведёт он себя на собеседовании одинаково. Ведь ему это неинтересно. Ну, будет работать хорошо, он не будет работать, не надо. Пришёл, так, спокойно, твёрдо, уверенно в себе что-то сказал. Говорит, вот я, там, хочу, там, заниматься этим, буду делать только это, это, это и вот это. Всё. Больше делать ничего не буду. Там, да, такие деньги, и всё. Работать надо или видеть? Ага. Человек достаточно уверенно себя ведёт. Человек чётко понимает, что он хочет от работы. Человек чётко знает, что он не будет чего-то другого делать. Значит, хорошо представляет то, чем он будет заниматься. Такие работники, в принципе, нужны. Ну, как, в принципе, нужны? То есть, нужны именно статистически. То есть, статистически, такие люди с таким отношением более мотремные. А что видит работодатель, когда приходит человек с высокой субъективной ценностью положения работы? Он видит смыслливость, он видит готовность человека на всё ради работы. Он видит трудное положение человека и думает. Ага. Вот пришёл ко мне такой человек, вот он сейчас готов на всё ради работы. А папа, я ему такую работу дам, он успокоится и вообще ничего делать не будет. Потому что сейчас он активный, но то, насколько он активный, потом будет обернуться пассивностью. Человек думает, ну и зачем мне такой вот сотрудник, который работает только на эмоциях. У него сейчас одни эмоции, и он хочет найти работу. Вот у него будут другие эмоции, и он уже не будет держаться в эту работу. Зачем? А вдруг у него будет плохое настроение, что я буду с ним делать? Нет. Мне нужен морально, эмоционально устойчивый человек. То есть тот, о котором я говорил ранее. Это означает, что в диалоге с работодателем нужно, как и при взаимодействии с социумом, то есть с неограниченным количеством людей необходимо придерживаться шаблонного поведения. Именно шаблонного. И тогда шансы получить работу у вас будут больше. Именно поэтому говорят, что тот, кто не хочет чего-то, оно к нему само идёт. А тот, кто хочет, не получает. Потому что, как правило, речь идёт о чем-то таком статистическом, не креативном, не творческом. А человек применяет именно творческий подход. В результате чего получить это он не может. Если вы сможете данную мысль для себя понять и правильно её наложить в свое поведение, то всё у вас будет хорошо с этим. Дальше. О чём нужно сказать? Дальше, о чём мы поговорим, это личность. Личностный аспект, то есть аспект личного выражения. И здесь нужно сказать так. Если вы ищите работу и видите, что вот по той специальности, которую вы постоянно пытаетесь найти, нету ничего. То, наверное, ваша профессия не так востребована в том месте, где вы её ищите. Так, к сожалению, бывает. И с этим ничего не поделать. И у вас стоит выбор. Либо расширять. Поиск, ну тогда, соответственно, будет больше времени уходить на дорогу, на затраты и время, и средства будет уходить больше на то, чтобы добраться до места работы и домой. Либо менять свою профессию, профориентацию на то, что более вас требуется в вашем месту, где вы живёте. Смотреть. Какие профессии наиболее часто попадаются в заявлениях работодателей, то есть кто им требуется. И стараться именно на эту профессию больше обратить внимание. То есть стараться именно отвечать интересам работодателей, а не тому, чтобы работодатели отвечали вашим интересам. Это постановка вопросов такого плана. Отвечает тому, что работа нужна вам сейчас для выживания. Соответственно, когда ситуация изменится в лучшую сторону и денежные средства у вас будут, тогда вы можете уже параллельно искать ту работу, которая была бы изначально вам по душе. То есть необходимо расширять свое восприятие относительно профессиональной деятельности и исходить из решающего фактора. Поскольку унижающие факторы это решение работодателя о вашем приёме на работу, то нужно, чтобы это решение способствовало как можно больше факторов. А эти факторы образуются из потребностей работодателя. И в первую очередь потребности работодателя образуются из необходимой ему должности. И статистически наиболее требовательную должность вам и нужно занимать и освоить. Чтобы было, что предложить работодателю, чтобы он как можно меньше обращал внимание на личностные ваши качества. То есть, если большому количеству работодателей требуется одна и та же должность, то вы, даже при неудачном проходении нескольких собеседований, всё равно по теории вероятности, всё равно сможете устроиться на работу, скажем, брить или четвертую. Для этого нужна именно, как я уже сказал, статистическая востребованность профессии. Вот примерно так можно ответить на ваши вопросы. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы ещё остались, обращайтесь в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду вам благодарна.